Тесла поставила новый квартальный рекорд продаж на фоне падающего рынка. Иски Блуа Ориджин срывает планы США по возвращению на Луну. Электро-пауэрборд Виндетта лихо покоряет бездорожье. Citroёn представила концепт городского транспорта будущего. Эти и другие темы прямо сейчас. За микрофоном, как всегда, Андрей. Я желаю вам приятного просмотра. Погнали! Тесла отчиталась о рекордном росте продаж по итогам третьего квартала 2021 года. Несмотря на дефицит чипов и значительное падение продаж у всех основных конкурентов. За июль-сентябрь компания продала 241 300 электромобилей. Что на 102 тысячи машин больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общие продажи компании с начала года достигли 627 тысяч машин. Если Тесла очень сильно напряжется, то по итогам года она впервые сможет преодолеть планку в 900 тысяч проданных машин. По результатам продаж, третий квартал 2021 года стал самым успешным в истории Тесла. Несмотря на то, что в течение последних месяцев автопроизводители по всему миру сталкиваются с нехваткой полупроводников. Которая, собственно, вынуждает их останавливать сборочные конвейеры и снижать объемы производства. Тесла едва ли не единственная компания из числа мировых автопроизводителей, кому удалось не только не потерять, но и нарастить продажи на фоне кризиса с поставками чипов. Как ей это удалось? Во-первых, Илон Маск, когда понял, что Самсунг и другие партнеры компании не справляются с поставками комплектующих, организовал закупку чипов у других поставщиков. Несмотря на то, что их чипы не были оптимизированы под машины Тесла. Это позволило сохранить объемы производства. Вторым ключевым шагом к успеху стало то, что инженеры компании буквально на ходу переписывали программное обеспечение, чтобы чипы от новых поставщиков могли использоваться вместо недоступных. Ну и, конечно, Тесла смогла удержать высокий темп производства и продаж своих машин в значительной степени благодаря своей гигафабрике в Китае, которую в меньшей степени затронул полупроводниковый кризис в США и Европе. В ближайшие месяцы Тесла рассчитывает еще больше нарастить объем производства. Компания постепенно подходит к запуску производственных мощностей на новом заводе в Техасском Остине, а также согласовала большую часть вопросов, связанных с запуском производства на своем заводе в Германии. Последним, возможно, заработает уже в конце октября или начале ноября. Что ж, мы только можем пожелать успехов Илону Маску и его компании Тесла. Ну а вы, друзья, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Погнали дальше. Немного окунемся в тему космоса. НАСА обвинила частную компанию Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса в намерении сорвать национальную программу исследований космоса. Дело в том, что юристы Безоса инициируют все новые судебные тяжбы против основного конкурента SpaceX Илона Маска. Эти споры дорогостоящие и длительные, также затрагивают национальные интересы США и вносят неопределенность в работу НАСА. По мнению агентства, компания Джеффа Безоса ставит себя в приоритет перед всеми остальными и не дает НАСА сосредоточиться на лунной миссии. Blue Origin ставит свои интересы выше интересов НАСА, Соединенных Штатов и каждого человека, который мечтает о новых исследованиях за пределами нашего мира, исследованиях Луны. Возможно, что из-за Blue Origin США не достигнут цели по возвращению на Луну, отмечается в документах. Многочисленные иски Blue Origin, оспаривающие победу SpaceX на открытом аукционе, приведут к срыву начала миссии Artemis, отмечается в документах НАСА. Изначально она запланирована на 2024 год. Однако в случае победы Безоса в судах, результаты конкурса и победа SpaceX будут аннулированы, и тогда НАСА придется проводить тендер повторно. Компания Люси сообщила о начале первых поставок клиентам серийных электрокаров в конце октября. Речь идет об Air Dream Edition, специальной версии флагманского седана, который будет выпущен ограниченной серией в 520 экземпляров. Стоимость автомобиля ни много ни мало 169 тысяч долларов. Друзья, напишите в комментариях, как вы вообще относитесь к этой компании и какие электрокары нравятся лично вам. Очень интересно ваше мнение. Ну а мы погнали дальше. Первые серийные автомобили компании уже сошли с конвейера завода в Каса Гранди, штат Аризона. Об этом рассказал гендиректор Люсид Питер Роулинсон. По его словам, фирма выпустит 520 экземпляров Dream Edition в честь результатов в рейтинге агентства по охране окружающей среды США. Ранее агентство подтвердило, что запас автономного хода у автомобиля 520 миль, а это 835 километров. По этому показателю электрокар на 23% превзошел самую дальнобойную версию Тесла, которая называется Model S Long Range Plus. У последней запас хода достигает 645 километров. Тесла обещала выпустить Model S Plate Plus с автономностью в 520 миль. Однако в июне и отменило серийное производство этой версии модели. У французской компании Citroen родился концепт Citroen Skate – самоходной электрической платформы, на которую можно установить разнообразные типы отсеков, в зависимости от поставленной задачи. Фургон передвигается по улицам бесшумно, не торопясь, на свеерических покрышках, и может работать круглые сутки, пополняя запас энергии за счет индукционных катушек. По замыслу инженеров Citroen, максимальная скорость платформы Skate не будет превышать 25 километров в час, а в некоторых вариантах сборки всего 5 километров в час. Длина конструкции, предназначенная для движения по улицам города – 2,6 метра, ширина 1,6, высота 51 сантиметр. Гидравлическая подвеска сделает езду еще более мягкой и бесшумной. Колеса были разработаны в сотрудничестве с компанией Goodyear. Они шарообразные и оборудованы маленькими электромоторами, что наделяет платформу способностью перемещаться в любом направлении. 8 лет назад мир познакомился с оригинальным транспортным средством Ungoverned PowerBot, и уже тогда его создатель Дэн Болдуин пообещал выпустить облегченную электрическую версию. Процесс затянулся, но обещания Дэн исполнил. На сервисе Indiego Go запущен проект Vendetta по сбору средств на производство одноименного электрического пауэрборда. Судя по презентации, игрушка для взрослых получилась очень занимательной. Пауэрборд Vendetta является гибридом скейта, сноуборда и снегохода, который снабдили мотором. В прошлой версии был ДВС, теперь электрический. Точнее, по отдельному мотору в передней и задней части агрегата. Они имеют шарнирные сочленения и широкие гусеницы с внушительными грунтозацепами. Vendetta управляется наклонами тела пилота и умеет преодолевать препятствия до 20 см высотой. В крейсерском режиме с пилотом весом 75 кг Vendetta может проехать со скоростью 25 км в час до 40 минут на одной зарядке. Максимальная скорость достигает 50 км в час, но только по ровной местности, тогда когда основное предназначение пауэрборда покоряет бездорожье. Оригинальная машина прекрасно справляется с лестницами, камнями, движется по песку и льду. Ориентировочная стоимость Vendetta составляет 5100 долларов. Экстремальный электросамокат S1X разгоняется до 100 км в час. Чуть больше года назад стало известно о запуске гоночной серии в рамках нового чемпионата среди высокоскоростных электросамокатов и скутер. По условиям соревнований все 30 участников будут соревноваться на электроскутерах S1X. В состав скоростного электросамоката входит аэродинамическое шасси из углеродного волокна, отдельные фрагменты передней и задней подвески из алюминия, расположенные спереди и сзади электродвигатели по 6 кВт, а также литиевая батарея емкостью 1,5 кВт-часов. Для поддержания стабильности во время движения S1X оснащен системой передачи крутящего момента, обеспечивающим балансировку между передним и задним колесами. Кроме этого, в распоряжении гонщиков 20% резерв для увеличения скорости, который они могут при необходимости активировать. Вес скутера составляет 35 кг. И напоследок я бы хотел вам рассказать про робота-щенка Мини Паппер. Очаровательная бюджетная версия Спот от Boston Dynamics. Фанаты роботов Boston Dynamics уже могут приобрести модель Спот по цене порядка 75 тысяч долларов, однако многие обоснованно считают ее завышенной. Изделие получилось слишком сложным, а пользы от него откровенно мало. Но при этом почти все согласны, что концепция робота-пса отличная. Гонконгский стартап Мэнг Дэнг взял ее на вооружение и создал крошечного робота-щенка несравнимо дешевле и интереснее Спот. Конструкция Мини Паппер примерно такая же, как и у Спот. Туловище на четырех лапках, только размеры невелики. 209 мм в длину, 109 мм в ширину и 165 мм в высоту, при весе в 560 граммов. Конечности обеспечивают работу 12 степеней свободы передвижения. Он умеет бегать рысью и прыгать. Емкость батареи 800 мАч, чего хватает на 25 минут активных действий. Мини Паппер хорош тем, что это платформа с открытым исходным кодом модульного типа. Робот имеет микропроцессор Raspberry Pi 4B, что позволяет программировать его на свой лад, управлять дистанционно и подключать произвольные модули. Например, лидар или 3D-камеру для самостоятельной ориентации на местности. У него также есть ЖК-экранчик для вывода смайликов и картинок, которые имитируют выражение лица щенка. По умолчанию робот является конструктором для энтузиастов, которые будут сами собирать собственные версии робота. Но предусмотрена и готовая сборка по цене в 589 долларов. Это определенно проще и дешевле, чем спот. На этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему лайк, напишите комментарий внизу под видео и подписывайтесь на наш канал. Все наши полезные ресурсы доступны по ссылкам в описании. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был как всегда Андрей. Всем отличного настроения, друзья. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok